друзья всем привет я любомир борода и это второй выпуск программы сиджу-пиджу под чай про чай или про чай под чай прошлый ролик вышел на просто такой вот в прикол вот сидел пил чай давай попью его с вами ну собственно и наговорил там всякого получил какой-то фидбэк мне понравилось то что вы комментируете вам это интересно и соответственно почему бы не продолжить пока прет надо что-то делать надоест закончится как собственно бывает со всеми моими проектами как вы заметили те кто на меня подписан ничего не бывает очень долго ну так вот я устроен собственно этот проект видео и подкаст проект его можно слушать на всех подкаст платформах и смотрите на меня в youtube по возможности я пытаюсь конечно заливать там в какой-то от gtv иногда на facebook но основное это все-таки youtube чик собственно сегодня выпуск не будет слишком длинный по крайней мере у меня много дел и я планировал его сделать таким ну типа сжатым и объемным что из этого получится давайте посмотрим поговорить сегодня хотел о часто задаваемом вопросе типа посоветуйте какой-нибудь пуэр на пробу ну типа шу-пуэр на пробу такой вопрос часто задают люди которые хотят только въехать в чай понять что такое почему многие пишут как раз то что они хотят слезть с кофе заменить его чаем и так далее и собственно люди идут в интернет начинают читать много-много всякого разного про чай про пуэр в частности чаще всего про шу-пуэр типа сколько его держать какой он такой секой и раз такой и так далее и обращаются спрашивают посоветуйте п.р. с которого можно начать и вот тут у меня как у человека который занимается чаем который там продает чай как-то пропагандирует чайную культуру тоже возникает некоторые вопросы потому что типа посоветуйте на свой вкус мой вкус такой то что ну не каждому по карману будет например в первый раз такой чай попробовать с другой стороны посоветовать что-то низкосортное но тоже а человек попробует и скажет блин ну ну так себе пуэр и часто бывает такое то что люди даже заказываю на сайте они приходят на сайт ну либо в чайный магазин с уже с осознанием того что надо потратить но минимальное количество денег для того чтобы просто попробовать чай потому что ну надо понять зайдет он или не зайдет и стоит ли на него вообще одну там выделять какую-то там сумму из своего бюджета и вот это как мне кажется большая ошибка потому что человек приходя в чайный магазин там с ну грубо говоря там со 100 200 200 гривнами пытается что-то купить и на основании вот этого что-то сделать какой-то вывод замечая по заказам на своем сайте я сталкиваюсь с клиентами которые например ну где-то слышали где-то видели возможно даже у меня возможно в других роликах либо статьях что надо пить много разного чая типа как говорит илья там бадуров до выпил и понял вот для того чтобы понять что чай бывает разный как он действует то есть надо пить много много разного интересного с разной посуды и так далее это да но когда вы заходите на сайт или в чайный магазин и начинаете брать разного но так сказать с одной ценовой категории например какие-то там ниже среднего качества до или там среднего качества какой-то шу-пуэр который он вроде бы заваривается он не воняет да он вроде бы даже дает какое-то состояние это просто вот просто посредственный шу который в принципе я тоже могу попить ну так как я пил много-много всяких разных чаев этот могу вот где-нибудь закинуть там себе в термос либо где-то в лесу потому что там помимо вкуса чая все вокруг вкусны вот но например для первого чая не факт что это будет хорошо потому что но он посредственный и он не произойдет никакого впечатления на человека которого приобрел и когда люди например даже вот у него есть там 300 400 гривен и он покупает себе там две три точи шу-пуэра выбирая их по цене соответственно но не понимая того что чай ну как бы в такой ценовой категории он не будет между собой сильно отличаться и получается что вы просто берете за там выделенную вами сумму денег просто немножко больше говна чем требовалось потому что ну как бы вот такой точи и и достаточно одной и например в нагрузку к ней надо взять какой-то ну как я рекомендую взять какого-то понтового чая уже линейки выше среднего ценовой категории пусть даже пробник вот для того чтобы понять чем же отличается чай дешевый от чая который подороже и тогда возможно и скорее всего вы поймете почему дорогой чай дорогой и что в нем такого чего нету в том чая который подешевле покупая же например там на 400 500 гривен несколько чая ниже среднего ну как бы качество дата вы просто но возьмете себе много вот такого чая между собой он отличаться не будет но он отличается но вы этого не поймете если вы это покупаете в первый раз там во второй в третий но сумму вы потратили кайфа от чая не получили ну набрали себе вот такого вот пуэра а чаще всего бывает что покупают еще в каких-то магазинах в которых ну априори нету нормального пуэра там есть какие-то ароматизированные чьи там ставят какие-то непонятные блины точи там же продается кофе и там вот эти какашки обезьян и может быть конфетки с каким-то там ромом внутри и еще и там дегустационные какие-то вечеринки по дегустации вина тоже проходят как бы но вот в таких магазинах я не рекомендую вообще ничего покупать потому что ну там невозможно вообще поймать какой-то более-менее нормальный шу-пуэр к чему я все это говорю если вы хотите там слезть с кофе либо начать своей жизни чай вы там посмотрели почитали подумали что вам это интересно что вам надо попробовать всякого разного постарайтесь пробовать не целиковые точи или там какие-то маленькие блинчики которые в дешевом ценовом сегменте которого типа вам доступен а постарайтесь взять за эти же деньги чая поменьше но лучше качество это какие-то пробники либо какие-то дегустационные сеты и постарайтесь это покупать в магазинах у людей которые чай реально пьют и которые живут чаем придя к ним или обратясь к ним в интернете объясните им то что вам хочется начать вот но вам хочется начать с классного чая но позволит себе покупать огромные блины у вас нет там средств и желания но вы не хотите сейчас купить какой-то там какашку вам хочется попить классного чая за вот такой вот бюджет вот и но не все магазины могут вам что-то там раздербанить дать но большинство я думаю вам что-то посоветует бывает 100 граммовые как бы фасовки классного чая и можно например взять себе один раз но в первый чай какой-нибудь 100 граммовый классный чай на те деньги которые вы выделили себе на пробу чая попить его и понять что блин ну реально он классный а следующий раз выделить такую же сумму денег и взять 100 граммовый еще какой-нибудь классный это будет намного интересней практичнее и ну и таким образом вы сможете войти в эту движуху потому что она вам понравится а то как я привел пример ниже но скорее всего вы не стратите вот эти свои деньги купите себе три вот этих вот упаковки попьете одну вторую третью и он где-то будет у вас валяться и вы скажете а и блять пил я этот ваш пуэр хуйня вот с этим вопросом я думаю все второй вопрос тоже часто как-то сталкиваюсь я не тот чувак который вообще отвечает на вопросы потому что я ну не совсем никакой не гуру я просто люблю пить чай и в чая я соображаю практически ничего потому что это были на такая движуха в которой ты все время находишь что-то новое интересное блин и и сам куда ты идешь 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 вперед а дальше все глуп же интереснее цикави вкуснее и так далее вот но есть тоже такая штука часто даже на сайтах по продаже чая пишут типа как заваривать пуэр типа в к сколько надо взять грамм а сколько надо взять воды сколько надо подержать секунд типа первую слить почему-то все кто покупает чай в первого второй третий раз они самое главное правило запоминает что первую заварку надо слить все остальное не запоминает а то чтобы первый слить они запоминают часто с таким сталкивался это забавно слить надо до первых потому что вы в какой-то мере промываете чай от какой-то пыли за вот во второй вы подготавливаете все-таки лист к раскрытию потому что особенно в ферментированных чаях лист спрессованный и ну первый раз залив его водичкой вы он себя не начнет вам пока отдавать как бы ну если вы конечно не будете там пять минут его держать и заваривать настаивать вот обдать кипяточком до чтобы он как-то раскрылся чтобы он начал вот раскрыться как бы так сказать подготовить лист к работе вот а потом со второго до проливчика она уже становится интересней вот но сейчас не об этом сейчас о тех нормах которые написаны эти нормы вы можете взять себе как за за основу в самом ну там первый-второй раз для того чтобы вам было от чего отталкиваться но никогда не берите это за правило потому что очень много нюансов во первых температура воды во вторых качество чая каждый чай ну но нельзя вот одного этого же чая класть по 6 грамм и вам будет хорошо какого-то надо положить 15 какого-то 8 ну это и все это нарабатывается путем от пробкой ошибок вы взяли чай положили себе там 8 грамм опять же смотрю какой у вас чайник какая у вас емкость до завариваем попробовали вас и понимаете что не ну не не вытягиваете вы вкус то есть счета тут не хватает значит надо положить побольше чая либо надо подержать побольше в чтобы взаимодействовать с водой то есть надо все время как-то быть гибким и вместе с чаем работать и вот вот плюс все многое зависит от посуды в которой заваривать емкости же разные бывают и соответственно заварочная емкость количество насыпанного там взятого вами чая а температура воды время сколько вы держите все это влияет на то какой чай у вас будет это как бабушка готовит борщ и мама готовит борщ у бабушки он вкуснее у маму он ну почему-то не такой хотя продукты использованы те же самые и скорее всего бабушка учила маму готовить и и все они делают это на одной в одной кастрюле например и на одной кухне но чай больше получается разные точно так же с чаем поэтому это просто к тому что я наткнулся на комментарии когда вот я беру столько-то чая вот держу 25 секунд а потом 30 а потом там 40 ну не помню как то так вот человек прям в последовательность написал и жду когда же ко мне придет чайное состояние но если мы будем смотреть на часы и быстро сливать не заваренный чай то она не придет никогда но соответственно выберите за там первое правило что ну изначально да для того что зачем это пишется для того чтобы вы не передержали чай не перезаварили возьмите себе там установку первую вторую за первую там заварку подержать там 25 секунд слить вы промыли чай может даже меньше а вторую подержите блин ну полминуты 40 секунд ну полминуты пускай вдруг его перезаварить подержите полминуты слейте попробуйте если он вкусный и он вам нравится значит блин классно в следующий пролив добавьте 5 секунд к выдержке там 10 и он будет такой же классный он будет еще интереснее если он какой-то пустой блин но не додержали попробуйте следующий пролив увеличить на 20 секунд там на 30 секунд подержите вот шу-пуэр не капризный чай и сильно испортить вы его не испортите можете чуть-чуть перезаварить ну и там не поймать какой-то промежуточный классный вкус но на первых порах когда вы начинаете только знакомиться с чаем все эти тонкости вы все равно не замечаете поэтому упиваете с чаем почему большинство людей которые только начинают пить чай да там и первый год иногда второе на шу-пуэре они их называют нефтяниками потому что они кладут намного больше чая чем написано на всех этих интернет ресурсах потому что когда вы кладете чая намного больше но соответственно он и вкуснее насыщеннее плотнее и ну какое-то состояние вам дает более интересное поэтому все зависит от вас от чая от воды от посуды температуры берите это как за какой-то определенный шаблон но обязательно крутите ручки громкости ниже больше выше и так далее я своим например ну людям которые ко мне приходят за чай говорю примерно такие пропорции то чтобы берете 8 грамм чая если вы его ну хотите попить чая вот в одно лицо вот возьмите примерно за основу 8 грамм чая вот через эти 8 грамм чая вы должны пролить до литра воды может быть 800 грамм 800 тире литр вот 8 грамм чая литр через что вы будете проливать но в зависимости от того что у вас есть если у вас очень маленькая посуда то соответственно проливов будет больше если вы долго лежать не будет если посуда покрупнее можете наоборот дольше понаставить чтобы он там было например три мощных пролива и вы там все поймете а если у вас нет никакой посуды возьмите термос 07 или там 08 и засыпьте эти 8 грамм туда и пусть он там у вас по настаиваться будет такой заваренный чай методом настоя а не пролива вот а можно делать по-всякому по-всякому оно все прикольное вкусное ну и соответственно у каждого вкус разный кому-то больше зайдет например пить вот так а не вот эдак я думаю что те вопросы которые хотелось бы рассказать я рассказал задерживать вас не буду у всех у вас есть какие-то свои дела и быстрее бегите заваривайте пробуйте если что-то непонятно обращайтесь а ссылка на мои ресурсы есть под этим роликом можете писать мне напрямую в телеграм я всегда отвечу подскажу если вам конечно это интересно все до новых встреч всем чай гарного настроя до побачи